Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре черепашки Ниндзя Безумия Мутантов. К сожалению, очень мало было от вас голосов относительно команд. Написало всего двое подписчиков, а относительно прокачки вообще не было голосов. Поэтому сегодня, друзья, я займусь прокачкой по своему выбору. Ну и, конечно же, друзья, возьму составы подписчиков и буду сражаться со своими составами. Итак, друзья, в начале видео я хотел бы докачать Лео до 125 уровня, чтобы у него наконец появился новый скилл. И, надеюсь, он окажется круче, чем было и его атаки окажутся очень сильны. Итак, да, друзья, 125 уровень и у нас новый скилл для Лео. А такое местье дает плюс 15 к силе всем союзникам, которые не обезоружены и у которых есть еще один союзник в радио себе одного клика. Ну что ж, друзья, я думаю, этого пока будет достаточно. Да, и в принципе, друзья, раз такое дело, давайте-ка я еще прокачаю и Донателло по возможности, чтобы усилить наших черепашек. Мне кажется, так будет здорово и круто. Итак, удалось прокачать Донни до 120 уровня и даже до 121. Ну что ж, друзья, мне кажется, так довольно неплохо. А сейчас давайте-ка я возьму первую команду. Итак, Николай Николаевич первую написал, оставил состав Крэнк, Шрэдер, Биба, Прокст и Дисплиндер. Друзья, правда, я не уверен, вот сумеет ли эта команда сразиться в этом битве. Давайте-ка, друзья, сделаем так. Я возьму вот эту команду на зачистку шестого канала этажа, а вот следующий отряд, там я вижу подписчик с ником Хокоп, написал состав Все Самые Сильные. Вот его и мы попробуем в следующем видео Самых Сильных Бойцов. Ну а сейчас 127 этаж. Вот, высаживаю героев. Кстати, сплинтер у нас есть. Вот сплинтер я пока оставлю. Вот, и уберу карай. И пересмотрю. Итак, Николай Николаевич попросил Крэнка, Шрэдера, Биба, Порокст и Дисплиндера. Итак, Крэнк, Шрэдер. Вот, Крэнк есть. Ищем мы Шрэдера, Рокст и Дисплиндер. Осталось найти только Биба и команда будет сформирована. Итак, наша команда 18962 единицы. У врагов слабее. И, ну, тем не менее, смотрите, как забавно. У врагов Крэнк, у нас Крэнк. Да, Биба бросает взрывчатку. Рокст и Дисплиндер бодает. Крэнк поджаривает врагов молнием из глаз. Шрэдер атакует при помощи своих когтей. Ну и вот постепенно обнуляем вражеских героев. Да, вот сплинтер тоже вот вносит свою лепту. Подлечивает, усиливает наш отряд и выбивает врагов при помощи своего посоха. Ну что ж, вот такая вот отличная победа. Да, и награда тоже у нас достойная. Один фиолетовый куб, 27 синих и 100 зеленых. Просто чудесно. Ну что ж, пока все идет довольно-таки неплохо. И сейчас, я думаю, друзья, мы возьмем оставшуюся команду от подписчика. Да, кстати, у меня есть бонусный сундук. Давайте-ка я с него соберу награду. Что здесь? А здесь у нас 100 зеленых кубов. Ну что ж, тоже мелочь, но приятно. Ну что ж, друзья, да, вот еще собираем награды. Что здесь у нас? 350 зеленых кубов и еще 200 зелененьких. Ну что ж, это, конечно же, здорово. Вот, но я думаю, нам надо брать самую сильную команду и попробуем посадить. Ага, друзья, у нас битва с боссом. Друзья, точно в прошлом видео я не сумел победить этого босса. Но сейчас, надеюсь, самые сильные мои бойцы справятся. Причем, друзья, смотрите, сейчас у меня уже как бы автоматически выставлен самый сильный отряд. Зорок, Сплинтер, Микеланджело, Леонардо и Донателло. Сила нашего отряда 25 656 единиц. У врагов 37 140. И, честно говоря, я не уверен в нашей побеге. Но все, возможно, я сделаю. Итак, начинаем вот пинать врагов. Пытаемся накопить энергии. Отлично. Да, да, да. Микеланджело бьет и сразу же оглушает босса. Это здорово. Вот Леонардо наносит серию рубящих ударов. Сплинтер подлечивает, усиливает Лео. Отлично. Раф скользит через вражеский отряд, снижая их уровень здоровья. Отлично. Лео рубит босса. Просто супер. Вот. Поворачивается к Рокстеги. Есть, есть. Итак, Микки удалось оглушить врагов. Ой-ой-ой, друзья. И здоровье Микки практически уже просело в ноль. Еще один удар и он погибнет. Но у врагов остался только Рокстеги. Вот. И сам босс Крэнг. Ай-яй-яй, друзья. Мы потеряли Микки, но нам удалось уничтожить Крэнга. Есть. Остался последний Рокстеги, которого вот вчетвером наши герои добивают. К сожалению. Ай-яй-яй, потеряли Лео. Но я думаю, Раф, вот Зоракс и Сплинтер должны справиться с Рокстеги. Да. Вот общая массовая атака. Вот бьем втроем одного и добиваем противника. Просто супер. Ну что ж. Вот такая вот классная победа. Классный бой. Удалось нам победить. Вот. Ну и дальше я, друзья, уже буду брать свои составы. Вот. Но вначале давайте-ка мы еще пойдем с вами. Попробуем вот пооткрывать зеленые и синие кубы. И либо открыть, либо усилить героев. Да, друзья. Я вижу какая-то еще у меня награда открылась. Давайте-ка посмотрим, что же интересного нас ожидает. Ага, друзья. Это, наверное, за то, что я участвовал в ПВП. В сражениях вот подарили 500 зеленых кубов. Ну что ж. Это здорово. Но, тем не менее, давайте-ка мы отправимся сейчас и попробуем усиливать и прокачивать героев вот благодаря зеленым и синим кубам. Вот за 1000 зеленых кубов я могу улучшить героев, либо открыть новое. Есть улучшение рафа на 10 единиц. Великолепно. Плюс бонусные 25 синих кубов. Итак, еще попытка. Да. Кейси Джонс, правда, улучшен не на... Непонятно на какое количество. Вот не вижу я улучшений. Вот. Ну что ж. Пока тоже как бы неплохо. Следующие 1000 кубов улучшает рафа на 9 единиц. Супер. Итак, следующие 1000 кубов улучшает сплинтера на 4 единицы. Очень мало. Но, надеюсь, следующий герой удастся улучшить побольше. Итак, Бакстер Муха улучшен на 7 единиц. Вот. Плюс бонусные 25 синих кубов. И последняя 1000 улучшает рафа на 9 единиц. Просто супер. Кстати, что-то у нас сегодня повезло. Очень крутое улучшение рафа. И сейчас, друзья, самое интересное. Надеюсь, нам удастся улучшить кого-то из двух звездочных героев, перевести на Твекива, либо открыть нового персонажа. Итак, попытка и Гранитор улучшен на 158 единиц. Но, к сожалению, этот герой уже был у меня на 3 звездочках. Но зато в награду дали еще 25 фиолетовых кубов. Что очень важны. Благодаря этим кубам мы можем перевести кого-то из героев на 4 звездочку. Либо открыть нового персонажа. Итак, друзья, пока у нас все идет довольно-таки неплохо. Я вот думаю, друзья, стоит ли мне идти по основному сценарию, либо пойти в ПВП, вот в битву. Друзья, давайте-ка мы сделаем так. Я сейчас пойду на 6 канал, вот возьму и попробую сыграть всеми героями, которые вообще у нас присутствуют в этой игре. Мне кажется, так будет интересно и здорово. Итак, давайте-ка я возьму с моих самых слабых бойцов. Посмотрим, сумеют ли они победить. Теоретически они должны даже быть слабее, чем вот вражеский отряд. Вот, и посмотрим, что из этого получится. Итак, Чингис, Утка Айс, Дементер, Лотос и Карай. И сила нашего отряда всего 10 182 единицы. Боюсь, что так мы можем проиграть. Давайте-ка я, наверное, сделаю вот так. Вот, пусть будет четверка самых слабых и возьмем кого-то самого сильного. Вот, Зорока. Да, ну, по крайней мере так, мне кажется, у нас есть шанс. Хотя, смотрите, у нашего отряда 14 тысяч, а вот сила у врагов 16 тысяч. Ну, тем не менее, давайте-ка рискнем. Я надеюсь, что благодаря тому, что я буду использовать мощные атаки. Итак, да, удалось активировать Зорока. Вот, Чингис и Карай наносят серию мощных рубящих ударов. Отлично. Утка Айс летает, бомбардирует врагов. Что Дементер? А Демерта пока как-то не особо. И да, друзья. Ой-ой-ой. Итак, мы потеряли Чингиза. Вот, бой продолжается. Вот, Зорок пытается забодать врагов. Есть! У врагов осталось только двое персонажей, но и у нас тоже осталось только трое героев. Итак, надеюсь, что мы справимся. Итак, обстрелим. Да-да-да. Удалось запинать Микеланджело. Ну что ж, друзья. Это оказался довольно-таки сложный бой. Но нам удалось победить, как видите, удалось одержать победу, несмотря на то, что наш отряд был слабее. Ну что ж, друзья. Итак, достигли мы 130 этажа. Давайте-ка я попробую по прошлому сценарию взять Сплинтера. Следующего самого сильного бойца. И четверку самых слабых. Опять же, надеюсь, что мы справимся. Итак, высаживаю Лотос, высаживаю Дементора, утку Айс или утку полицейскую и добираю Карай, Рокзара, Фрости и Крэнга. Так, мне кажется, друзья, очень прикольно. И да, друзья, не обратил на силу нашего отряда, но, в принципе, друзья, я уверен в нашей победе. Итак, накапливаем силы. И есть Крэнг, Фрости, Рокзар и Карай сразу же используют свои мощные атаки. Флинтер усиливает, подвечивает наших героев. Здорово. Ай-яй-яй, друзья, мы потеряли раздара, но Фрости и Карай, в свою очередь, атакуют. Наносят серию мощных ударов. Вот, бой продолжается. Ой-ой-ой, друзья, итак, врагов слишком много. Есть, итак, накопил Сплинтер и Карай энергии. Удалось активировать спецприемы. Вот, врагов тоже трое, нас тоже трое, друзья, я не уверен в победе. Скорее всего, сейчас мы можем с вами проиграть. Хотя, есть, есть, друзья, у нас осталось трое, врагов всего двое. Добиваем Мандагека, выживает Супер Ирма, и мы ее добиваем. Хотя, это было на грани. Вот, хорошая победа, но, как видите, у Крэнга к здоровью практически не оставалось. Что ж, это было забавно. Это было забавно, это было круто, здорово. И мы идем с вами дальше. Итак, друзья, беру следующую команду от наших подписчиков. Прошу прощения. Вот, берем следующую команду, не от подписчиков, а беру, вот, участвуя самых, одного из сильных и одного, и дальше самых слабых бойцов. Итак, высаживаю спринтера, выбираем Микеланджело. Вот, давайте-ка я высажу Карай, Рокзара, Фрости и Крэнга. А возьму Кожеголова, Ранет, Зака и Слэша. Вот этим отрядом мы сейчас и сыграем. Посмотрим, как он себя покажет в очередной битве. Вот, здорово. Итак, да, не обратил внимания на силу нашего отряда, но, конечно же, здесь уже должны быть наши герои немножко посильнее. Итак, да, есть. Итак, Слэш накопил энергии, вот, прошелся через вражескую защиту, Микки оглушает, Кожеголов бьет, Зак обстреливает врагов где-то сверху. Вот, что же, что же наша Ранет. Вот, используем магический посох, вот, колдует, оглушает врагов. Ну, отлично, продолжаем битву, есть. Слэш продолжает атаковать врагов, достается вражескому Гранитору, Зак обстреливает сверху. Ну, и, по сути, друзья, у врагов осталось только два персонажа, но мы потеряли на Ранет. Итак, у врагов остался Раф и Кейси Джонс. Вот, тем временем, Зак обстреливает противника. Вот, вражеский Раф атакует. Ой-ой-ой, друзья, очень здорово проседает наше здоровье. Есть, удалось добить вражеского Кейси Джонса. И мы добиваем Рафа. Что ж, бой был классный, прикольным, забавным. Удалось нам победить довольно-таки неплохо. И мы идем с вами дальше. Что ж, друзья, берем следующую команду. Вот, следующих, самого сильного и самых слабых героев. Итак, итак, высаживаем. Вот, Кожеголова, Ранет Зека, Слэша. А берем Току, Наполеона. Вот, Мандагека и Монолизу. Да, сила нашего отряда 19 тысяч. У врагов 17 тысяч. Ну, и вы сами понимаете, что это уже стопроцентная победа. Итак, пинаем врагов. А, кстати, я сейчас попробую взять уже не одного из сильнейших и самых слабых. А пойдем с самых слабых. Они уже, в принципе, должны подтянуться. Есть, итак, Тока и Монолизу атакуют врагов. Тока давит. Монолиза забрасывает взрывчатки. Вот, в мензурках какой-то. Что Мандагека вот своим скейтом бьет очередного противника. Ну, и вот врагов остался только Шреддер и Тока, которым мы добиваем мощными ударами. Причем там забавно происходило, когда Тока сражался с Токой. Да, вот удалось одержать идеальную победу. Ну, и сейчас давайте-ка, друзья, я попробую взять следующую пятерку героев и посмотрим, как они будут сражаться. Итак, друзья, давайте-ка Рафа я пока не буду брать. Возьму героев с самого конца. Итак, Шреддер, Рокст и Бакстер, Мука, Гранитор и Рей. Вот такой вот отряд у нас получился. Ну, и давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Вот, идем в атаку. Опять же, сила нашего отряда 19, у врагов 17, поэтому у врагов как бы нет вообще ни единого шанса. А тем не менее, Рокст и Шреддером наносят мощные удары. Гранитор стреляет из какой-то базуки. Вот, Рей наносит мощные массовые атаки. И да, вот Бакстер, Мука, обстреливает врагов из лазерного пистолета. Вот чудесно. Итак, продолжаем битву. Правда, здоровье Шреддер уже просело практически вот в крайнюю зорну. Если враг продолжит атаковать, он погибнет, но наши герои накопили энергию, все-таки сумели уничтожить всех врагов без особых потерь. Да, опять же, очень хорошая награда. Зеленые, синие кубы и один фиолетовый. Здорово. Ну что ж, друзья, берем следующую пятерку. И, по-моему, друзья, вот следующая пятерка у нас будет такие герои, которые мы сыграем всеми героями на сегодня. Ну, сейчас перепроверю. Итак, Бибоп, Кейси Джонс, Супер Ирма, Эйприл и Донни. Вот, ну, как-то так. Да, друзья, вот не хватило, не хватило времени для Рафа. А вот Рафа было бы здорово еще. Вот сыграть, ну, как-то для него не хватило компании. Ну, давайте-ка мы сделаем так. Пусть этот состав добивает врагов. Бибоп, Кейси Джонс, Ирма, Эйприл и Донни. Вот, да, Кейси Джонс очень круто бьет клюшкой. Вот, Бибоп забрасывает врагов взрывчаткой. Донни бьет Бо и Супер Ирма поджаривает врагов при помощи энергетических шаров. Вот, еще несколько движений и победа у нас будет в кармане. Ага, вот Крысиный Король призывал кучу крыс, но это ему не помогло. Нам удалось его победить, уничтожить и это привело нас в победе. Просто-просто супер. Ну, что ж, друзья, неплохо мы сражались. Давайте-ка я, вот, еще использую Рафа сегодня. Вот, все-таки он не участвовал. И, конечно же, Рафу помощь нужны братья. Вот, и так, да-да-да, вот, давайте-ка я высажу отряд. Вот, возьмем только четверку черепашек. Вот, и они вчетвером должны справиться тоже без особых проблем. Ну, давайте-ка сыграем. Итак, ох, как здорово рубят своими мечами Лео. Раф атакует при помощи Саи. Да, мощная атака, вот, пронзает всех врагов, находящихся на одной линии. Отлично. Лео, вот, наносит серию мощных рубящих ударов. И да, первый из врагов уничтожен. Вот, добиваем гранитного солдата, уничтожаем вражеского учителя сплинтера. И вот с вражеской супер-ирмой наши герои справляются без потерь. Как видите, это у нас победа. Просто-просто супер. Ну, что ж, друзья. Вот так здорово удалось нам сыграть. Сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях. Вот, кого из героев усиливать, прокачивать в следующем видео. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Также пишите свои составы. Я тоже и буду использовать от самых первых. И пока будет возможность снимать. Ну, а на этом сегодня прощаюсь. Всем пока, друзья. До новых встреч.